Всем привет! Вы на канале Есть Вопрос и по традиции у нас для вас уже приготовлена новая игра. Что же нам понадобится для этой игры? Сегодня нам понадобится кусок картона. Если у вас вдруг есть завалялась где-то коробка, то вы ее можете использовать в практичных и полезных целях для создания вот такой вот игры. Вот примерно такой кусочек нам понадобится. Он должен быть продолговатый, поскольку у нас шкала нанесена на нее, на эту картонку. Все остальное я взяла из интернета. То есть шаблоны, которые здесь приклеены на картоне, я просто нашла из интернета. Там таких большое количество. Я выбрала те, которые мне милей. Можно нарисовать их от руки. Что же это за шаблоны должны быть? Это должны быть изображения животных. Например, в моем случае это зайчик и собачка с открытым ртом. Почему с открытым ртом? Потому что игра заключается в том, что их нужно накормить. Игра так и называется, кто быстрее накормит. А что нам еще понадобится? Ну, соответственно, я уже сказала, что здесь нанесена шкала. Это может быть просто нанесенные цифры и сегменты, например, обозначающие цифру определенную. То есть вот этот сегмент это 0, это 1, это 2 и так далее. То есть чтобы мы передвигали по шкале вот эти наши бегунки, там должно быть понятно, где заканчивается цифра 1, где начинается цифра 2. На моем случае я выбрала вот такую вот шкалу. Также взяла ее из интернета и просто приклеила. Можно нанести ее опять же самостоятельно, просто с помощью маркеров, либо там фломастеров, чем угодно. Как душа ваша пожелает, возможно, это будет более красочно и более ярко. Что нам еще понадобится? Нам понадобится 2 крышечки от бутылок. Вот в моем случае бегунки это как раз крышечки от бутылок. Как же они держатся здесь у меня вот в этих отверстиях? Я приклеила, не очень может быть хорошо видно, взяла коктейльную палочку, отрезала кусочек и на клеевой пистолет приклеила вот ее вот таким образом. И, соответственно, она здесь держит крышку, мы вставляем ее в отверстие. Нам не нужно, чтобы она прям очень плотно держалась, но по большому счету я могу даже вот так вот ставить нашего игру, и они как бы держатся. Поэтому нам, по идее, можно только вот, чтобы они в прорези входили и передвигались спокойно вот так в нашей шкале и держались там, где мы их оставим. На эти крышечки я нанесла также изображение. Соответственно, чем мы кормим наших животных? Если у меня это заяц, кролик, допустим, и собачка, соответственно, кролика я кормлю морковкой, а собачке будет милее косточка. Поэтому, чтобы, опять же, игра у нас приобрела какую-то наглядность и яркость, мы приклеиваем крышечкам то, что едят ваши животные. Если это будут другие животные, соответственно, подстраивайтесь под них и выбирайте, что вы приклеите крышечкам. Что еще нам понадобится? Нам понадобится кубик. Шаблон кубика я также взяла в интернете, просто распечатала и склеила, так гораздо удобнее. Вот он такой бумажный легкий кубик. Почему нам нужен кубик не от игры? Потому что мы будем наносить сюда изображение со знаками. То есть мы будем, сейчас прямо здесь нанесем, да? Нам нужно будет, чтобы было понятно, да? Плюс, мы пишем, плюс, например, 1 на одной грани кубика, на второй, например, плюс 4. А где-то у нас будет минус. То есть мы могли бы взять просто игральный кубик, кидать, да, и играть. Но тогда мы бы поднимались с вами только вверх. А суть нашей игры в том, чтобы был элемент неожиданности, да? То есть вы поднимались, поднимались вверх, вы уже практически побеждали. И тут вам выпадает, например, минус 3. И вы, соответственно, по шкале спускайтесь на 3 отдела вниз. Дальше. Сейчас мы заполним с вами кубик. Тогда, раз мы уже начали, допустим, тут оставим минус 2. А дальше пусть везде будут плюсы. Плюс 5. И плюс 2. Вроде не было. Плюс 2. Вот так. Ну и, собственно, у нас все готово к игре. У нас есть наше игровое поле. Играть могут 2 человека, потому что у нас всего 2 персонажа. Ну, одновременно играть могут 2 человека. Вот. Суть игры, я думаю, что понятно. Мы кидаем кубик. Нам выпадает, например, вот мне повезло, у меня прямо сразу плюс 5. И я оп, и поднялась до вот этого измерения в 5 очков. Следующий человек кидает кубик. У него выпадает минус 3. Но он, соответственно, еще никуда не сдвинулся. Он стоит на месте. Дальше снова кидаю я. И у меня снова плюс 5. Ну, то есть, вот, я, в общем, везунчик. И я выиграла. Вот. Я накормила зайчика первой. Что развивает эта игра? Конечно, мы здесь изучаем счет. Ну, то есть, вот мы должны, чтобы продвинуться по шкале, мы должны посчитать, сколько это будет. Вот если бы мне сейчас выпало там минус 2, я бы опустилась на 2. А это значит 10 минус 2 будет 8. Вроде бы мы развлекаемся и веселимся, но при этом ребенок осваивает навыки счета в игровой форме. Это очень легко и удобно. Это наглядно. И, соответственно, это весело. Также мы повторяем, закрепляем, да, обозначение цифр. Если ребенок маленький, для него это тоже важно. То есть, мы знаем 2, это 2. Вот она здесь 4, это 4. Ну, и в целом, да, соревновательный момент тоже присутствует в этой игре. А это довольно важно. То есть, вот такие стратегические моменты, да, когда вы соревнуетесь, когда вы, опять же, в игре умеете проигрывать и принимать поражение. Это тоже можно отрабатывать с помощью этой игры. То есть, родители в любой настольной игре, вот в такой вот игре, да, в таком методическом пособии должны использовать момент, когда мы объясняем ребенку, что в игре мы можем не только выиграть, но и проиграть. И принимать это спокойно, без лишних неприятных эмоций. То есть, детям мы своим не поддаемся в играх родителей, потому что это... Вы им служите плохую службу таким образом. Вы их учите тому, чего в реальности не бывает. Всегда выигрывать, во всех ситуациях выходить победителем, это что-то из области фантастики. Мы их учим принимать поражение достойно и учиться делать из этого правильные выводы. Ну что ж, это была еще одна игра, которая не потребовала от нас больших вложений, и все, что для нее необходимо, есть у каждого наверняка дома. Мы ждем от вас любые вопросы, предложения и комментарии. Подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на телеграм-канал, ставьте лайки. А на этом у меня все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok